Время новостей Время новостей Испытания погодой. На полуострове возможны новые потопления. На этот раз жертвами стихии могут стать жители населенных пунктов, которые расположены вдоль реки Кача. Пока потребности в эвакуации людей нет, но все коммунальные службы города и сотрудники МЧС должны быть на готове. Затем, чтобы последствия непогоды в Крыму не переросли в чрезвычайную ситуацию, глава республики следит лично. Сергей Аксенов провел совещание с главами муниципалитетов. Кто из районов лидер по борьбе со стихией, а кто оказался в аутсайдерах, смотрите далее. Выявить проблемные участки каждого города полуострова и устранить все недочеты. Такую задачу перед главами муниципалитетов поставил Сергей Аксенов. Глава республики провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Был и кнут, и пряник. В некоторых регионах службы сработали не соответствующим образом, но считаем, что это была достаточно хорошая школа. Мы совместно эту ситуацию должны с вами, коллеги, вместе отработать. При этом уже известны больные точки, которые беспокоят крымчан. У нас сработали все службы без исключения достаточно хорошо с точки зрения контроля над сбросом воды в Загорском водохранилище. Сотрудники МЧС ликвидировали последствия подтопления 25 низинных участков в Симферополе, 86 подворий частного сектора в Джанкое и участков в селе Лозовое Симферопольского района. Во всех городах и районах отработаны расчеты сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанных с паводками и подтоплением. Уточнен порядок доведения предупреждения и оповещения населения, рабочего персонала и руководителей всех уровней о возможной угрозе чрезвычайной ситуации, а также восстановлен аварийный запас материалов, который был использован при чрезвычайной ситуации. Тем не менее, чтобы незавидные итоги различного рода погодных катаклизмов можно было предупредить, в Крыму создадут специальную дорожную карту. Тогда каждый участок, который может нести потенциальную опасность, станет известен. Для того же Симферополя такая инициатива точно будет весьма кстати. Шквальный ветер и непрекращающийся дождь на прошлой неделе превратил столицу в Венецию. Последствия непогоды устраняли, что называется, всем миром. А это железнодорожный вокзал, Нижняя Украинка и еще 23 проблемных участка. Плюс ко всему забитые ливневки и отсутствие в некоторых районах канализации. Поэтому коммуникации просто не выдержали трехмесячной нормы осадков. В такой же ситуации оказался и Джанкой. Там подтопило 86 домов. Нам необходимы мотопомпы, которые, в общем-то, может быть, будет решен вопрос, и город будет ими доукомплектован. Машины для откачки, автомобили с системой КРОД, которые прочищают заросшие корнями канализации. Это у нас одна из проблем, этой техники у нас нет. Следующее совещание комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций ориентировочно пройдет через месяц. Главы городов будут отчитываться о проделанной работе. А вот Бахчисарайскому району расслабляться пока не стоит. Возможны очередные подтопления. Кача за несколько дней из небольшого ручья превратилась в полноводную реку. Но в МЧС заявили, в эвакуации людей нужды нет. Сейчас наблюдается уменьшение притока воды. Поэтому причин для паники нет. Екатерина Сабинина, Андрей Трещук. Время новостей. Первым же самолетом в Крым в аэропорту Симферополя торжественно приняли новый прямой рейс из Красноярска. Главный гость среди авиаоткрывателей из Сибири – губернатор края Виктор Толонский. Встречал его лично вице-премьер республики Дмитрий Полонский, который и рассказал о том, что ждет республиканский аэропорт в ближайшем будущем. В аэропорту существует старая традиция. Новые важные рейсы обмывают. Не в привычном для многих значении этого слова, а в буквальном смысле. Из двух пожарных машин в знак уважения и значимости создают водяную арку, через которую проезжает самолет. Зашел в такие ворота и первый рейс из Красноярского края, на борту которого был его губернатор. Сегодня открывается новое направление, соответственно, мы приветствуем данное направление водным салютом. Первым встречал дорогого гостя из Сибири вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский. Кстати, именно он курирует транспортную отрасль. Так как количество приезжих из разных уголков России постоянно увеличивается, аэропорт Симферополя модернизируется день ото дня. Отработаем курортный сезон, потом следующий этап, очень важная реконструкция территории перед аэропортом, потому что нужно расширять подъездные пути, нужно увеличивать количество парковок и так далее. Но вообще план он рассчитан на достаточно большое количество лет и, как, по крайней мере, предусмотрен это мастер-планом, в течение буквально еще трех лет полная реконструкция будет сделана и произведена. К слову, уже первым рейсом из Красноярского края на полуостров прибыло не менее 20 человек. Дальше больше. Красноярцы с интересом будут прилетать в Крым на отдых. Вот я сейчас спрашивал руководителя авиакомпании, которой мы летели. Вот сегодня такой первый рейс, но, в принципе, уже на август билеты проданы. Мы подпишем с главой Крыма соглашение, уже сотрудничать между субъектами федерации, между краем и Крымом. Уже сейчас количество дневных рейсов в Крым значительно увеличилось. Но Симферопольский аэропорт к этому подготовился заранее. С 1 июня там открывается новый большой зал прилета. Далее Скобеева, Денис Тищенко. Время новостей. Варианты взаимосотрудничества обсудили уже в Совмине. На встрече главы Крыма Сергея Аксенова с делегацией из Красноярского края говорили о многом, но в первую очередь об инвестиционном сотрудничестве. Это то, в чем сейчас остро нуждается молодая республика. Сибиряки всегда внимательно следили за происходящим в Крыму. И после воссоединения полуострова с Россией этот интерес приобрел еще и практический оттенок. В течение года налаживались деловые отношения со многими сибирскими регионами, в том числе и с Красноярским краем. Сотрудничество продолжается и сейчас. Крым богат положительными традициями, точно так же и Красноярский край. Вот, наверное, сегодня в таком обмене опытом между нашими регионами, наверное, действительно будет строиться Россия по-новому, но не только между нашими, но и вообще между субъектами Российской Федерации. И когда выстраиваются отношения между командами, которые отвечают непосредственно за развитие регионов, это дорогого стоит. Появляются доверительные отношения, есть понимание, как реализуют или иные проекты, и положительной практикой готовы делиться. Поэтому с большим удовольствием, Александр Ильич, приглашаем вас, вашу команду принять участие в работе совместно с крымчанами. Красноярск уже в течение года оказывает кураторскую помощь Алуште. Но только курортам интересы сибиряков не исчерпываются. Они стремятся к более широкому сотрудничеству. Я ставлю задачу перед всеми, без исключения, всеми ведомствами, всеми руководителями края, чтобы сотрудничество было во всех сферах. Вот, чтобы ничего не было упущено. Во всех сферах, думаю, есть общие задачи – повысить качество управления. Это значит обмениваться опытом, повышать квалификацию, обмениваться нормативной базой, методической. Одно из главных направлений сотрудничества – привлечение в Крым максимального количества инвестиций, говорят участники встречи. Думаю, что очень важно нам активизировать обмены, чтобы больше частных инвесторов. Я всегда стою на позиции, что государство не может быть главным субъектом развития. Субъектом развития является общество, общественные бизнес-силы. И создать для этого условия, мобилизовать, дать им правильный сигнал – это очень важно. И когда будет массовый интерес всех бизнес-структур, я думаю, тогда все задачи будут решаться быстро и качественно. Завершилась встреча подписанием соглашения между Республикой Крым и Красноярским краем о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Алексей Щербак, Денис Тищенко. Время новостей. Провести встречу арабских выпускников советских и российских вузов в Крыму. Такое предложение прозвучало на встрече главы Республики Сергея Аксенова с председателем Попечительского совета Марокканского университета Ибн Зохар Али Белоушем. Марокканцы, вопреки любым санкциям, готовы сотрудничать с Республикой по самым разным позициям. Подробности далее. Советский Союз, а впоследствии и Российскую Федерацию, с арабскими странами связывает старая и тесная дружба. Большинство из них положительно оценивают политику российского президента и с воодушевлением восприняли известие о воссоединении Крыма с Россией. Не лишне вспомнить, что многие из ныне действующих арабских политиков и чиновников, учителей и врачей, в недавнем прошлом выпускники советских и российских вузов. Конечно, вас много знает в арабском мире, но если я скажу точно 50 тысяч выпускников Ирака, 55 тысяч выпускников в Сирии, около 30 тысяч выпускников Ливана и такое же количество в Марокко, поэтому у нас в арабских странах большая поддержка, можно сказать. Мы были воспитаны в советской школе, мы донесли вот это воспитание, эта культура тоже в многих странах мира. Такие встречи выпускников уже трижды проходили в России, теперь решили собраться и в Крыму. Ведь многие заканчивали как раз местный медицинский университет. Старую дружбу хотят поставить на новые рельсы. Глава попечительского совета университета Ибн Зохар выступил с инициативой открытия в его вузе филиала медицинской академии, обсудил идею с коллективом и руководством Крымского федерального университета. Арабская сторона уже сейчас сделала первые шаги в этом направлении. В октябре откроем подготовительный факультет. Такая инициатива встретила полное одобрение и поддержку главы Крыма Сергея Аксенова. У нас в отделении медицинской открыткой федерального университета очень сильно подготовлены, очень серьезные преподаватели, то есть специализируются на обучении иностранных студентов, поэтому заинтересованность, я думаю, у вас прямая будет. Лучшая система подготовки кадров еще была при Советском Союзе, выстраивалась. И слава богу, то есть как бы нам удалось все это сохранить, поэтому сегодня есть такая возможность. Так что мы заинтересованы в первую очередь. Город Агадир, в котором расположен Марокканский университет, ведущий курорт страны, и поэтому предлагает стать городом-побратимом нашей Ялты. А в Симферополе, вполне возможно, вскоре появится совместная крымско-марокканская школа с углубленным изучением французского языка. Алексей Щербак, Денис Тищенко, Время новостей. День химика – один из главных праздников для жителей Армянска, ведь здесь расположено городообразующее предприятие «Завод Титана», на котором работает почти 5000 человек. Наилучший подарок для тружеников – стабильность, увеличение объемов производства и появление новых рабочих мест. Отличившихся за год сотрудников поздравили праздничной программой и наградами. Второй день города для Армянска – День химика. С праздником его тесно связывает местный завод «Титан». Предприятие играет ключевую роль в наполнении местного бюджета. Предприятие является городообразующим, это сердце экономики нашего города. Основная часть трудоспособного населения работает на предприятии – это 5000 человек, поэтому, я думаю, судьба каждой семьи так или иначе связана с судьбой завода. Поэтому ясно, что «Титан» – это для нас все. Этот год для предприятия оказался непростым. К трудностям переходного периода проблем добавило украинское правительство, перекрыв Северокрымский канал. Большие объемы воды на производстве крайне необходимы. Республиканские власти из проблемы выйти помогли – пробурили скважины. Совет министров, государственный совет оказывает максимальное содействие в том, чтобы это предприятие работало, процветало. Как в законодательной сфере мы оказываем содействие, так и в обычной. Потому что мы всегда поддержим трудовые коллективы. Несмотря на все попытки украинских властей дестабилизировать ситуацию в Республике Крым, дестабилизировать ситуацию на промышленных предприятиях путем перекрытия Северокрымского канала, я вам хочу сказать, что предприятия на сегодняшний день работают, производят, отгружают продукцию, обеспечивают трудовые коллективы заработной платы. Несмотря на все испытания, предприятие объемы производства не снизило. Мало того, уже в этом году наблюдается положительная динамика. На сегодняшний момент предприятие работает на проектной мощности. Как я уже говорил, в прошлом году мы произвели только 2 киси титана свыше 100 тысяч тонн, серной кислоты свыше полумиллиона тонн. На сегодняшний день заканчивается строительство цеха минеральных удобрений. Успех стал возможен благодаря рабочему персоналу, профессионалам своего дела. Лучших из них наградили медалями и благодарностями. К примеру, почетное звание заслуженного работника промышленности Республики Крым получил и Эдуард Курмачев. На предприятии проработал 15 лет. Участвовал в разработке всех успешных инновационных проектов предприятия. Мы производим основной наш продукт – это пигментный диоксид титана. Основное применение продукта – это лакокрасочная промышленность, пластик и бумажная промышленность. Ну, как бы если так вкратце, то вся краска, которую мы видим в жизни – внутренние покрытия, наружные покрытия, фасадные краски, автомобильные краски. То есть везде наш есть продукт. В общем, без подарка никто не остался. Работников химической отрасли с профессиональным праздником поздравили лучшие творческие коллективы города. Дмитрий Попов, Александр Тягниридно. Время новостей. Армянск. Работа над ошибками и обмен опытом. В Симферополе завершился Всероссийский учебно-методический семинар с председателями и главными специалистами региональных контрольно-ревизионных комиссий партии «Единая Россия». Главной целью было повышение профессионального уровня и наращивание потенциала контролёров. Об итогах Всероссийского съезда наши корреспонденты. Горячие дискуссии, обмен опытом и обучение. Как повысить эффективность контрольно-ревизионной деятельности и выявить новые подходы в её организации. Десятки вопросов и два дня работы. Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии «Единая Россия» Нина Кудашова уверена, все структурные подразделения партии на территории страны должны тесно взаимодействовать. А при работе их настольной книгой должен стать главный документ партии. Мы сейчас сделали проект устава. То есть там очень много в уставе пунктов, которые носят двойное толкование. Ну как наши некоторые законы. Мы приняли 400 поправок к этому уставу. То есть проект устава готов. И я передала лично Дмитрию Анатольевичу Медведеву, председателю партии. Партия «Единая Россия» – одна из самых больших и авторитетных политических структур. Но расслабляться не стоит, уверены специалисты. Страна готовится к выборам в 2016 году. Мы рассматривали серьезный вопрос о нашем внутрипартийном голосовании по выбору кандидатов. Это так называемый «праймерис». Вот этот вызвал вопрос наиболее большое количество вопросов. Потому что не отработан механизм еще на самом деле. А отвечаем в большей степени по руководящим документам нашей партии именно контрольно-ревизионные органы наших региональных отделений. А то, что этот семинар проводится именно на полуострове, не случайно. Два новых субъекта Российской Федерации извлекут из него максимум пользы. «Вот это все накладывает достаточно серьезный отпечаток на все наше понимание и наши здесь работы. Мы видим, какой контраст, сколько надо здесь еще сделать, чтобы соответствовать тому уровню, что имеется на территории России. И очень радостно смотреть настрой людей. Люди стараются это все сделать быстро и качественно. А партия «Единая Россия» взяла на себя большую ответственность за этот самый процесс, чтобы все территории выглядели одинаково. В рамках заседаний специалисты Департамента Центральной контрольно-ревизионной комиссии презентовали разнообразные методики. В них прописаны общие правила и процедуры проведения контроля основных сфер деятельности местных и первичных отделений партии. Светлана Иванова, Андрей Трещук. Время новостей. В первый день лета свои двери для маленьких крымчан распахнул самый большой на полуострове аквапарк. Сегодня он принимает рекордное количество гостей. Порядка 6 тысяч школьников приехали в Сакский район, чтобы насладиться праздником и открыть для себя летний сезон. Билет сюда абсолютно бесплатный. Это подарок юным жителям республики от руководства аквапарка. А само мероприятие прошло под патернатом главы Крама Сергея Аксенова. Впечатлениями поделится Елена Бережная. Кроме Крайский уголок, это место действительно никак не назовешь. Сюда на открытие банановой республики съехались тысячи ребят со всех уголков полуострова. Сегодня в День защиты детей ждет немало сюрпризов. Встречают посетителей всем известные пираты Карибского моря. Рядом бассейны, водные горки, самые разнообразные аттракционы. Несмотря на то, что начало лета выдалось не таким уж и жарким, вода не совсем прогрелась, а солнце то и дело прячется за тучками, детей уже не удержать. Они с удовольствием плещутся в бассейне и тут же делятся эмоциями. Здорово! Водичка прохладненькая. Горки похожи на американские. У них прикольно скатывается. Больше шоу мне нравится. Да, бассейны. То есть вообще такой грандиозный, по-моему, аквапарк. Самый лучший в Крыму. Уже десятый раз подряд в День защиты детей руководство аквапарка организовывает для юных крымчан вот такой праздник. Отдохнуть здесь можно абсолютно бесплатно. Это подарок, которого дети ждут весь год. Не каждый себе может быть позволить. Из сельской местности, да и в городских условиях есть многодетные семьи, есть малообеспеченные. Поэтому мы решили, чтобы детство запомнилось у маленьких наших граждан, чтобы они стали более счастливы, может быть, от нашего маленького внимания. За год аквапарк значительно расширил свои границы. Тут появились новые аттракционы. А сам День открытия собрал рекордное количество детей. Около 6 тысяч школьников сегодня здесь. Я часто и много встречаюсь с детьми, но такого количества одновременно и все улыбающиеся, все счастливые. Позади учебный год, впереди здоровое классное лето. Надеюсь, что именно сегодняшний день, первый день лета, День защиты детей, положит начало такому прекрасному сезону отдыха. Проходит мероприятие под патронатом главы республики Сергея Аксенова. От его имени детей поздравила вице-премьер Евгения Бавыкина. Говорит, сегодня будто сама окунулась в детство. Я впервые здесь, конечно, потрясена масштабом и качеством вот этого аквапарка. Во-вторых, дети, вот самые главные приемщики, которые действительно, вот видно, по ним какое-то качество. И воды, и обстановки, и вообще всей ситуации. И что мне хочется сказать, что сегодня вот 1 июня день защиты детей. Но тут не защита детей, тут действительно день детей. Я восхищен работой людей, которые смогли создать для детей такую радость. Здесь как раз юго-западная часть Крыма, она всегда ассоциировалась с детьми. Я думаю, что благодаря таким людям, как Юрий Михайлович, говорю, что у них лето будет всегда проводиться на должном уровне, весело, оздоровительно и приятно. На этом сюрпризы для юных крымчан не заканчиваются. В Симферопольском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями провели праздник ко Дню защиты детей. На мероприятие приехали воспитанники со всего Крыма. Для них организовали насыщенную праздничную программу. И, конечно же, все дети получили подарки. Праздник сделали прежде всего воспитанники центра. Дети пели, танцевали, рассказывали стихи. После ребят ждала не менее яркая программа. Особенно всем понравилось представление с гигантскими мыльными пузырями. И, конечно же, сладкий стол. В свою очередь родители выразили благодарность сотрудникам центра за их работу. Мы, конечно, довольны, что мы сюда пришли. И здесь, конечно, атмосфера такая доброжелательная. Нам нравится. Мы вот ходим не первый год. И очень внимательные сотрудники, и психологи помогают. То есть нам нравится. Единственное, хочется, чтобы здесь были еще лошадки и бассейн. Вот этого очень не хватает. Поздравить ребят с праздником и вручить им подарки серию развивающих игр приехали министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская и ее заместитель Лариса Францышко. Бесплатно реабилитироваться в наших центрах и в наших отделениях по всему Крыму. Кроме этого, сегодня все дети-инвалиды являются федеральными льготниками. Они, как и их семьи, имеют право на льготы по коммунальным услугам 50%. Центр дает шанс детям с ограниченными возможностями адаптироваться к нормальной жизненной среде. Реабилитацию проходят не только ребята. В обучающих курсах участвуют и родители. Самое главное здесь – хорошее настроение. Этот позитив даже медики называют ключевым в их нелегком пути к выздоровлению. Борис Манин, Екатерина Серегина, Время новостей. Подарить праздник тем, кто лишен его в обычные дни. Сотрудники Крымской полиции в рамках празднования Дня защиты детей посетили подопечных из Республиканского центра социально-психологической реабилитации детей. Специально для ребят организовали концерт с конкурсами и подарками. Дети, которые в силу разных обстоятельств оказались лишены родительской любви, как никто другой нуждается в заботе и ласке. Поэтому сотрудники правоохранительных органов решили внести в их жизнь хоть немного радости. В этом центре находятся детки, которые находились в социально опасном положении, имеют сложную ситуацию в семьях. Мы хотели принести им радость, увидеть радостные улыбки, блеск в глазах. Ребят ждали различные конкурсы и правовая мультивикторина. Без подарков в этот день никто не остался. По итогам состязаний все ребята получили сладкие сюрпризы и мягкие игрушки. Главная цель – вырастить из ребят законопослушных граждан. Если не соблюдать закон, то будет очень плохо. Стоит добавить, что накануне, 31 мая, подразделение ПДН отметило знаковый юбилей – 80-летие со дня создания в системе МВД Российской Федерации. В обязанности детских полицейских входит не только раскрытие преступлений, но и беседа с юными гражданами, дабы в будущем уберечь их от необдуманных поступков. Анастасия Соленик, Время новостей. Для детей из неполных семей очень важно внимание со стороны взрослых. В честь международного праздника воспитанники детских домов республики получили сладости от первого крымского и торговой марки «Медоборы». Утром, погрузив три мешка со сладостями в машину, наша команда выдвинулась поздравить воспитанников детских домов. В планах было посетить дом ребенка «Елочка», Строгановский детский дом, а после заехать в Бахчисарайскую школу-интернат. Поставленная задача была выполнена на ура. Дорогие дети, от лица первого крымского телеканала, совместно с торговым маркой «Медоборы», которым в этом году исполняется 20 лет, мы хотим поздравить вас с праздником и пожелать вам расти здоровыми, красивыми, умными. И пусть всегда над вашей головой будет мирное небо. С праздником! Обитатели детских домов встречали гостей весьма радушно. Ребята из Строгановского детского дома к нашему приезду разучили стихи и песни, подготовили танцевальные номера. Отпустите небо, у меня счастье на земле, вечно! Вопреки суждению о том, что социальные приюты не всегда могут позволить себе разнообразие в еде, ребята питаются хорошо. Только вот, как и все дети, сладкое любят по-особенному. Воспитатели стараются не давать печенье и конфеты слишком часто, но в праздничный день без них не обойтись. Сладенькое, да, печенье. Мне очень понравилось. А ты пробовала или еще не успел? Ну я еще, мы еще ничего не кушали. Я только, я даже не успел свой подарок посмотреть. Печенье. Печенье? Понравилось печенье? Двери приютов открыты для каждого желающего порадовать малышню. То, что для нас может показаться обычным знаком внимания, ребята из детских домов воспринимают как талисман. Вселяющий веру в то, что мир не без добрых людей. У нас бывает много гостей. Люди неравнодушные. Они дарят подарки детям, которые потом являются где-то символом, где-то предметами обращения с ними. Дети долго помнят. Наши дети уже многих наших друзей взрослых знают в лицо. В Бахчисарайской школе-интернате находятся дети постарше. Ценят больше внимания гостей, а не привезенные подарки. Ну, не часто, но приезжают, в общем-то, они довольно-таки просто к ним относятся, с уважением принимают подарки. На сегодняшний день у нас для детей все есть, скажем так. Продукты питания достаточно в большом количестве разнообразия. По восторженным взглядам ребят ясно, что благотворительная акция прошла с успехом. Подарки розданы, угощения съедены. Пришло время прощаться. До следующих вкусных встреч. Диана Правдыченко, Дарья Каширина, Анатолий Скорик. Время новостей. И пока это все новости к данному часу. Ну, а мы не прощаемся с вами. Продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин